Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в День памяти Собора Новомучеников и Исповедников нашей Русской Православной Церкви за богослужением читается особое Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 8 по 19, и рядовое зачало того же Евангелиста, глава 18, стихи с 35 по 43. Послушаем это Евангельское зачало в прочтении иродьякона Свято-Троицкой Александра Невской Лавры отца Александра. Во время она, егда приближесе Иисус во Иерихон, слепец некий сидяше при пути прося, слышав же народ мимоходящего прошаше, Что уба ессе, поведаше жиму, Яко Иисус на зарянин мимоходит, И возопи глаголя Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя, И предыдущий пречаху ему да умолчит, Он же паче множие вопияше, Сыне Давидов, помилуй мя, Став же Иисус повеле привести го к себе, Приближшуся же ему к нему, Вопроси его глаголя, Что хочешь и дати сотворю, Он же рече Господи да прозрю, Иисус же рече ему, Прозри вера твоя спасетя, И обе прозрева след его и дяше, Славя Бога, И все люди видевше, Воздаша хвалу Богови. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Когда же подходил он к Иерихону, Один слепой сидел у дороги, прося милостыни, И, услышав, что мимо него проходит народ, Спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, Но он еще громче кричал, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, Велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, Спросил его, Чего ты хочешь от меня? И он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, Прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел, И пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, Воздал хвалу Богу. История событий, о котором идет речь В сегодняшнем евангельском чтении, Дорогие братья и сестры, Встречается в описании евангелистов Матфея, Марка и Луки. Интересно отметить, что Матфей и Марк Говорят, что исцеление произошло При выходе из Иерихона. В то время, как евангелист Лука Указывает, что это было, Когда Иисус подходил к Иерихону. По мнению епископа Михаила Лузина, Греческое слово «энгизин», Употребленное у евангелиста Луки, Означает «находиться близ чего-либо, С какой-либо стороны». Вследствие чего толкуемое выражение Евангелиста Луки можно перевести так, Когда же он был близ Иерихона? Евангелист Матфей пишет, Что Иисус исцелил двух слепых, В то время, как евангелисты Марк и Лука Говорят об одном. Александр Павлович Лопухин поясняет, Это противоречие можно объяснить тем, Что в то время Господь исцелил двух слепцов, Как и сообщает евангелист Матфей, Одного перед входом в Иерихон, А другого по выходе из этого города. А первым и сообщает евангелист Лука. Итак, спаситель направляется в Иерусалим на Пасху. В это время паломники обычно шли группами. Раввины часто учили во время прогулок или путешествий. Это же делал и Господь, А паломники теснились вокруг него, Чтобы не упустить ни одного его слова. И вот когда Господь подходил к Иерихону, Слепой, сидящий у дороги, Услышав голоса проходивших мимо паломников, Пожелал узнать, что происходит вокруг. Когда же ему сообщили о приближении Христа, Он немедленно воскричал к нему, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Слепой верил, что Иисус есть ожидаемый Христос, И, будучи иудеем, знал, что Христос происходит из рода царя Давида. А словами «помилуй меня» выражал веру, Что через Иисуса особенным образом действует Бог. Люди же, стоявшие вокруг, пытались утихомирить его, Потому что слушавшие не могли из-за криков слепого слышать Христа. Но слепой не унимался и еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Крик этот был подобен инстинктивному, Непроизвольному выражению чувства, Указывающему на крайнее отчаяние слепого. Блаженный Феофилак замечает, Подивись, пожалуй, и настойчивости его исповедания, Как он, несмотря на то, что многие унимали его, Не молчал, а еще громче кричал, Ибо горячность изнутри двигала им. Поэтому Иисус подзывает его к себе, Как поистине достойного приблизиться к нему, И спрашивает его, «Чего ты хочешь от меня?» Спрашивает не потому, будто бы не знает, Но чтобы находящимся тут не показалось, Что тот просил о том, а он подает другое. Поэтому Господь спросил, И когда открыл, что он желает прозреть, Прозрение ему и дает. «Вера твоя, — говорит, — спасла тебя, Поскольку ты уверовал, что я, — есмь, — проповедуемый он и сын Давидов, — Христос, И высказал такую горячность, что не молчал, несмотря на запрещение». Важно отметить, что Спаситель в это время излагал свои учения о толпе паломников, Но крик слепого с просьбой о помощи остановил его. Учитель на время прекратил свои учения, Потому что перед ним была нуждающаяся человеческая душа, Молившая об исцелении. И, видя непреклонную настойчивость слепого, Господь совершает это чудо над ним, Говоря, «Прозри, вера твоя спасла тебя». Таким образом, мы становимся свидетелями истинной живой веры человека. Просить с верой — это и есть живое единение человека с Богом внутри своего сердца, Единение духа человека с духом Божьим. Это присутствие благодати Божьей в человеческом сердце. Только пребывая в союзе с Богом, Человек может исполниться удивительной силы и власти. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, Еще раз свидетельствуют нам, что в трудные минуты жизни Мы никогда не должны отчаиваться, Но возносить усердную молитву и надеяться на то, Что Господь по вере нашей даст нам просимое. Будем помнить об этом всегда и полагаться на Божье милосердие. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Благослови, Господи!